Приветствую вас и давайте попробуем с вами разобраться с тем, почему так происходит, почему ваш папа видел себя таким образом и самое главное, почему вы обращаете внимание на то, как он себя с вами ведет. Вот по тому, что вы описали, получается так, что мужчина винит вас в том, что у него сложилась такая жизнь. Он расслался, расслался за своей женой, с вашей мамой, у них ничего не получилось, новую женщину ваш папа, я так понял, не встретил и это все родило у него чувство невудовлетворенности, какой-то неполноценности и так далее. Он считает, что вы в этом виноваты, он считает, что из-за вас такая ситуация произошла и ему самому невозможно принять то, что он сам что-то делал не так, неправильно, неверно, плохо, как-то еще-еще. Почему? Потому что он уже пожилой человек и ему невозможно осознать, что его поведение, его точка зрения, его жизненное позиция является неверной. Если он это осознает, то, простите, вся его жизнь, прозручится так, вся его жизнь станет бессмысленной, никчемной, а это очень страшно. Для пожилого человека это угроза даже жизнь, то есть угроза, угроза совести, по сути дела. И поэтому, если говорить про отца, вот здесь вот пишется, что значит так, он очень сильно критикует и делает это регулярно, давит на самые главные дочки, так вот, его критика есть способ, значит, реализации своего негатива на вас. То есть для него эта возможность через вас, за счет вас, возвысится самому, то есть когда он вас критикует, он ставит себя выше, выше вас. И возникает вопрос, а для чего ему это нужно? Вот зачем человеку критиковать, да, и давить на самые больные точки, если у него все хорошо? Ну, логично, что нет, потому что человек, который находится в гармонии с собой, делать так в священии будет, а раз он делает так, значит, у него есть определенные необходимости в этом. И это, в свою очередь, означает, что этот человек, мало того, что имеет внутренние неразрешенные конфликты, так еще и достоин жалости, потому что с этими конфликтами он сам разобраться не может никак, у него не получается. И первое, что вам нужно сделать, это, ну, вот вы же его знаете более-менее хорошо, как бы восстановить причинно-следственную связь между тем, что произошло в его жизни, какие негативные ситуации с ним случалось в жизни, и провести между ними и настоящим поведением вашего отца связь, выявить эту связь. А дальше, дальше давайте скажем так, мы обратим внимание на критику человека, который делает это волевым решением, то есть актом свободной воли. Мы обратим внимание на эту критику, потому что она является непринужденной, она является свободной, она является объективной и продиктована не личными какими-то желаниями и стремлениями человека, а именно внешней активностью. Активностью направленной на то, чтобы как-то подкорректировать вас, допустим, или меня в чем-то и поправить в вас. На эту критику мы отреагируем внимательно, а на критику человека, у которого есть масса внутренних неразрешенных проблем. На критику этого человека разве стоит реагировать так сильно? Разве стоит обращать внимание на негатив со стороны человека, у которого множество внутренних конфликтов, которые генерируют, которые генерируют этот самый негатив. Ну и на понятное, что критика вашего папа, это следствие его внутренних проблем. И эта критика именно, как бы сказать, отдушина для него в том, чтобы не разорваться под давлением негатива, который у него внутри. И если он не будет вас критиковать, то он вполне вероятно может даже заболеть от того, что внутри него происходит. Соответственно, вам нужно, чтобы облегчить отношения с отцом, ну, во-первых, начать его жалеть. Во-вторых, понять, что вот причина его критики заключается именно в его независимом внутреннем душевном состоянии и относиться к этой критике с пониманием и, знаете, с сознанием того, что ни на нее обращать внимания не стоит. Она направлена не на вас, эта критика. То есть, папа, когда критикует вас, он говорит не с вами. Он говорит как бы сам собой через вас, пытаясь как-то оправдать свое будущее, свое прошлое, свое поведение в прошлое. Может быть, он разговаривает с людьми, например, с вашей мамой, через вас. Но вы для него лишь средство, а критика – форма беседы вашего папы с людьми из его жизни, из его прошлого. И воспринимать то, как он с вами говорит в качестве самостоятельной формы беседы с вами не стоит. Ну, не на вас направлена его речь, не на вас. Но очень важный момент заключается в том, что вы пишете на самые больные точки, давит ваш отец. Получается, что критика вашего папы, даже с учетом того, что мы сказали раньше, все равно задевает вас. И именно потому, что она вас задевает, именно потому, что точки-то больные, вам эта критика доставляет массу неудобств. Проблема заключается в том, что в данном случае, неважно кто заденет эти точки. Ваш папа, мы, кто-нибудь еще. Если эти точки будут задеты, вам будет неприятно. И чтобы решить эту проблему, нужно понять, а почему эти точки больные. И сделать так, чтобы они больными быть перестали. То есть, если у вас есть какие-то слабые места, допустим. Слабые места, здесь, кстати говоря, понятие образа. То есть, оно призвано просто обозначить такую структуру элементов, которые вы считаете своей слабостью. Недоработкой, минусом и так далее. Так вот, если вы сами или с помощью психолога осознаете свои больные точки, поймете, в чем они заключаются. Вы работаете для себя четкую стратегию по восстановлению, купированию негативного воздействия этих слабых точек. Может быть, у вас тоже есть какие-то внутренние конфликты. Может быть, тоже есть какие-то сомнения в себе, проблемы, неуверенность, комплексы и так далее. И если вы за всем этим сами справитесь, то ни критика вашего отца, ни критика кого-либо вообще не будет вас задевать. Но до тех пор, пока вы с этими больными точками сами ничего не сделаете, хотя бы не осмыслить их. Не напишите на бумаге по пунктам, что у вас больное, какие у вас больные места. И не назначите общее направление деятельности по превращению этих больных в точек, в точки здоровые, надеюсь, метафора понятна, вам будет тяжело. Вам будет очень тяжело. Вот так, в двух направлениях, можно сказать, внешним и внутренним, вам нужно решать данную проблему. И если вы приложите усилия, то у вас обязательно все получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!